Что такое триколор? В переводе с французского это всего лишь трехцветный. В 1668 году первый белый-синий-красный флаг был поднят на русском военном корабле «Орел». Это был первый отечественный парусный корабль западноевропейского типа. Среди историков до сих пор нет единого мнения, как выглядел тот флаг. По одной из версий, это был синий крест, который разделял белые и красные прямоугольники. А автором современного, всем уже хорошо известного российского триколора является Петр I. В 1605 году он издал указ, по которому белый-синий-красный флаг обязателен на всех торговых кораблях. Царь сам определил порядок горизонтальных полос. В честь Дня государственного флага России в библиотеке имени Маяковского проходит фотоакция под названием «Флаг державы. Символ славы». Цель акции – напомнить горожанам о празднике и познакомиться с зданиями, которые раскрывают историю становления и появления государственного флага России. Также попросить поучаствовать в Блиц-опросе, ответить на некоторые вопросы, касающиеся истории внешнего вида флага, его видоизменений в плане цвета, и также предложить сделать фото с маленькой копией государственного флага Российской Федерации. Когда в России впервые появился триколор? Когда государственный флаг был черно-желто-белым? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, пройдя Блиц-опрос. По итогам акции Блиц-опроса все участники получат также информационный буклет, который называется «Три символа величия России». Буклет подготовлен библиотекарями, здесь собрана основная информация о флаге, гербе и гимне Российской Федерации. Изначально на Руси флага в его современном понимании не было. Предшественниками были княжеские стяги и боевые хоругли с изображениями православных святых. Первым же флагом во второй половине 17 века стал флаг корабля «Орел». И так как капитан судна был иностранец, то он обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой, что на военном судне должен быть флаг того государства, интересы которого он представляет. Сын Алексея Михайловича, Петр I, окончательно утвердил триколор как торговый флаг, а военно-морским стягом страны стал знаменитый Андреевский флаг. Впоследствии флагом служили императорские штандарты. У каждого монарха он свой, но это всегда был черный двуглавый орел на золотом фоне. В 1858 году Александр II утвердил черно-желтый-белый флаг как государственный. При этом два флага существовали параллельно. Если черно-желтый-белый воспринимался как правительственный, то белый-синий-красный как торгово-гражданский. В конце 19 века современное сочетание цветов было признано национальным флагом. После Великой Октябрьской социалистической революции триколор ушел в историю. Государственным символом новой страны стал красный флаг с золотыми буквами РСФСР. После образования Советского Союза его флагом стало алое полотнище со звездой, серпом и молотом. Под этим флагом страна победила в Великой Отечественной войне и покорила космос. История же триколора в минувшем веке печальна. После поражения в Гражданской войне и эмиграции флаг взяли на вооружение коллаборанты и белогвардейцы во время Великой Отечественной войны. После краха Советского Союза и распада единой страны было решено вернуть старую государственную символику. На следующий день после ГКЧП Верховный Совет РСФСР признал триколор государственным флагом. Ровно три года спустя первый президент России Борис Ельцин подписал указ о дне государственного флага, который следует отмечать 22 августа. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Сыров 24.